5.30, я вдруг понял, что нигде не могу найти катарсиса, нигде не могу найти точки завершающие. Все прекрасно, но все относительно ровно. И тогда, для того, чтобы свершилось это дело, я взял только что вышедшую книжку «Упраздненный театр» и перемежая рассказ, это был один из первых опытов, перемежая рассказ с песнями, мы как-то выстроили общими усилиями вот это вот действо. И я думаю, что что-то подобное я попробую сделать и через две минуты. Да, но прошло время, была-то не стала, и теперь ничем развлекать публику не надо. Теперь сама песня стала значительно более емкой и эмоционально несущей, без всякого рассказа. Это удивительное дело, когда уходит великий художник, то вот происходит такая вещь, что его песня, вообще его творчество становится абсолютно самоценным. Уже не надо ничего там прыгать на ушах, там что-то рассказывать, сама песня уже как бы содержит эту информацию. Ну, ладно, итак, у нас сегодня Белла Ахатова-Нахмадулина. Когда я задумал эту тему, я только потом понял, что, как ни странно, ее творчество чем-то перекликается по насыщенности, по лирической силе с поэзией Гродского. Ну, как ни странно, как ни странно, несмотря на все различия их творческой манеры и так далее. Но это не всегда вполне внятное и понятное говорение, которое мы с таким трудом на последних семинарах преодолевали. Да, читая там Горбунова и Горчакова и прочие длинные вещи, то вот эти приемы, они каким-то снятым образом прослеживаются и в творчестве Белла Ахмадулина. Во всяком случае, я думаю, что XXI век и XXII век, они возьмут этих поэтов на вооружение, безусловно. То есть это такая сравнительно новая поэзия, несмотря на то, что жизнь ее не назовешь гладкой и ровной, хотя в этом, в общем-то, ничьей вины, кроме ее собственной, нет, но тем не менее, тем не менее. Я читал интернет, много читал, начитался куча гадостей по этому поводу, очень много. И пришлось все это перепроверять, и это удалось мне сделать, и я понял, что все эти гадости, они имеют какие-то непоэтические подоплеки, вообще нетворческие. Что была ей некая зависть, ну, много чего было. Значит, ну, вкратце о жизни. Совсем вкратце, потому что не хочется немаловать костей. Значит, родилась она в 37-м году. Матушка ее была переводчицей. Ой, извините. Алло. День добрый. У меня семинар сейчас. Ага. Андрюша, часа через два. Ну вот. Значит, родилась она в 37-м году. Семья у нее была, значит, мать ее была переводчица. С нескольких языков она знала французский, английский, немецкий, еще несколько языков. Отец ее был чиновник, собственно говоря, заместитель министра. Он был поэтому, но можно сказать, что было с самого рождения, принадлежало к ней по золотой молодежи. Но все это нивелировалось тем, что воспитывалось у бабушек. У бабушек достаточно строгих. И пострадав в детстве от полного отсутствия личного пространства, от гиперопеки, так сказать, она всеми силами старалась со своими детьми такого не делать. Значит, первое ее... Она сначала после школы, когда зашла речь об институте, сначала промелькнул журфак, но потом она поняла, что ей туда не надо. Она вообще, когда понимала, что ей надо, она и не делала. Вот тем они еще с Бродским очень похожи. Вот. Она не поступила в институт. Пошла работать в газету «Метростроевец» внештатным корреспондентом. Начала писать стихи. Она с 15 лет вообще пишет стихи уже в такой момент. И через три года она поступила в лит-институт. Совершенно спокойно, свободно, без всякого блата. Слово «блат» будет ли не категорически неприемлемо. Вот такой вот характер. Она закончила лит-институт. Перед этим она занималась в лит-объединении, которое вел Евгений Винокуров. И она до сих пор, то есть до самого конца хранила очень теплые к нему чувства. И затем лит-институт, куда она поступила, как я уже говорил, с одного раза. Ну и из лит-института ее выперли. Четвертого курса. За то, что она не подписала письмо в осуждение Пастернака. А Пастернака она к тому времени один раз видела. Один раз. Она пришла в какой-то... По-моему, это было ЦДХ. В зале сидели несколько человек. Зал был абсолютно пустой. Сидели дамы. На Кузнецком. Да. Я не уверен. Может быть, это было ЦДХ. Я сейчас просто не помню этого. В общем, был зал. И зал был пустой. На первом ряду сидели там 5-6 дам. Именно дам. И Пастернак читал свои стихи. Так что, друзья мои, пустые залы это не наше изобретение. Садитесь. Представляете себе, что бы мы дали сейчас послушать, как звучат стихи Пастернака в его исполнении. Вот. У Дронского уже в Америке потом из университета была лекция, что я... Он уже был муровский пауреат. Он пришел учить лекцию и не пришел ни один человек. Ну вот. Все. Все это понятно. Значит, Беллу выгнали из-за скепута. Причем, она много писала об этом. Она написала, что те мальчики, которые ходили к Пастернаку, показывали ему свои стихи, все подписались. И только Белла этого не сделала. За что и поплатилась. Но времена были все-таки уже не очень суровые. Поэтому ее восстановили в институте через несколько месяцев. Она его благополучно закончила, написала диплом с отличием. Вот. Напечаталась в метрополе. Что такое Белла? Ну вот, идет экзамен по истории КПСС. Значит, преподаватель ей задает вопрос. Что-то такое о газете «Правда». Белла ему говорит, я никогда не читаю таких газет, как говорит Белла. Я просто их не читаю. Ну еще второй какой-то вопрос. Да, кстати, очень интересно. Для того, чтобы ее исключить из института, нужен же мой повод. Нельзя же исключить за то, что она не подписала письмо в осуждение Пастернаку. Это же неприлично. Поэтому ее вызвали и сказали, что у нее совсем плохо дела с марксизмом или нинизмом, и что специально нашли какого-то преподавателя из какого-то другого института, нелитературного, который будет ей задавать вопросы. Предваритель пришел, Белла начала с ним разговаривать. И что-то такое она спросили ее о том, что говорил один из каких-то коммунистов знаменитых о рабочем движении в Индии. Она что-то такое попыталась ответить, на что этот преподаватель говорит ей нет, все-таки что-то вы знаете. Она говорит вы знаете, что я это вообще не читал, а это сейчас выдумал. то есть вообще говоря на язык ей попасть было весьма страшновато. Вот. Теперь вот такие замечательные дети белые. Все в белом. Ну вот. И вот такой человек попадает в компанию. А какая компания? Евтушенко Рождественский Вознесенский Булата Куджава еще несколько человек в компанию молодых людей, которые за исключением может быть Булата в основном нацелены на громкий успех на эстраду. Вот. Она попадает туда ее она конечно всех восхищает. У нее матушка кстати была наполовину русская наполовину полька. Отец был татарин. И когда она подросла она вспоминает отец ей говорит что ты татарка. Она прыгает на кровать и говорит я татарка я татарка. Хотя сам он ни языка не знал он был совершенно обрусевший такой товарищ. вот то есть растет совершенно независимый человек очень напряженной нервной организации и несмотря на то что стихи печатаются и все в порядке такой вот оттенок постоянной тревоги конечно висит. Она выходит замуж за Евтушенко. Ну тут недавно было это ужасное его интервью кошмарное не могу до сих пор к себе прийти там он рассказывает о том что вот она захотела ребенка я не проявил инициативы она сделала аборт после этого она ей сказали что не может иметь детей ну в общем они расходятся сколько они лет 5 наверное были вместе или 6 она выходит замуж за Нагибина за Юлию Нагибина с которым она прожила 8 лет Нагибин был человек конечно безусловно талантливый золотой первой России у него были некоторые странности одна из таких серьезных странностей серьезных странностей было то что он категорически не представлял себе что в доме могут быть дети никакие дети вообще вот ему в 8 утра должен был подан завтрак из каши на воде и яичко потом он уходил работать работал много он был один из самых богатых писателей кстати очень хорошо печатался потом и в 2 часа должен быть обед но это все ему обеспечена только четвертая жена была была третья ну и он выгнал ее из дома там была такая история неприятная такого сексуального характера я думаю что это все это все следствие того что она очень хотела детей ну в общем это вот так и она уходит от Нагибина и чтобы думая что это поможет ей вернуться она берет из детского дома ребенка свою старшую дочь и это не помогает они расходятся окончательно она выходит замуж за сына Кайсина Кулиева за младшего сына за сына который младше ее на 14 лет пьянки ежедневные в общем пьют оба Нагибин покупает им квартиру чтобы было им где жить но отношения нет не возвращаются она значит рожает да беременеть и рожает все-таки ребенка свою младшую дочь Елизавета и Анна старшая Лиза младшая Анна от Кулиева да от Кулиева от Кулиева это родная ее дочка значит этот брак тоже рушится и затем очень короткие отношения с Шукшиным собственно почему она попала в этот фильм корреспонденткой да вот так вот он как раз снимал этот фильм и наконец когда она уже совершенно спивается и болеет очень сильно она встречается с Борей Миссаров и это было наверное это был все-таки счастливый брак он продолжался 30 лет с лишним он был очень интересный человек обычно все компании застолья начинались одинаково Белла читает стихи все восхищаются мужчина не садит глаз она постепенно напивается 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 и в хлам вот Миссариан как ни странно единственный из ее мужчин относился к этому совершенно спокойно все он просто оставлял ее в этом состоянии и уходил вот такая вот странная жизнь ну и надо сказать что все-таки у него хватило терпения и всего остального и он был с ней до самого конца и когда она уже заболела очень сильно она как-то что-то у нее случилось она потеряла зрение не знаю что это было но она практически ничего не видела и помочь видимо не могли я так понимаю вот последние годы она ничего не писала потому что это был интересный поэт ей нужна была лист и ручка она в голове ничего писать не могла или скажем как ваш грешный на интернете я писать рукой не могу мне противно но я же переученный левша и все что я делаю правой рукой меня вызывает чувство легкого омерзения я ничего с этим поделать не могу раньше я печатал стихи на пишущей машинке но теперь слава богу есть интернет можно писать закинуть на жесткий диск и забыть вот была лишена этой возможности когда она перестала видеть у нее ушло возможность писать вот мы с вами посмотрим кстати она начинала с коротких стихов вы помните что Бродский это довольно рано ушел начиная с большой легии Джона Донна и уже потом коротких стихов почти не писал у Беллы примерно такая же история только она таких уж очень длинных текстов не пишет но тем не менее тем не менее все таки стихи становятся длиннее длиннее я бы сказал так сказать все не внятнее вот но зато это совершенно особая вещь вот если бы взять скажем любого поэта и вычислить процент его лиричность то было бы он был сто сто лиричности понимаете это человек который трудился над своей душой постоянно для меня человека скажем принципиально трезвого я не люблю пить и никогда не любил это очень странно но ведь она не одна и то же самое было с Высоцким практически столько выпить и столько написать это трудно это практически почти невозможно но это произошло это произошло еще очень интересная вещь какие какие поводы нужны для стихотворения вот для было любые любые ветка сирени стакан на столе что угодно и начинает разворачиваться лирическое действие ее стихи очень метафоричны мы сейчас об этом будем говорить чрезвычайно метафоричны в них иногда мало нашего смысла нашего смысла смысла здравого человека но есть какие-то высшие смыслы высшие смыслы да над ее стихами надо думать иногда причем занятие это совершенно бесполезно потому что с кличи не надо думать вот но это действительно такой способ существования способ существования совершенно искренней безусловно будоражащей душу я думаю что ее пьянство ну там много причин но одна кстати очень простая и очень бытовая в этой компании пили все и мальчики пили больше девочек так скажем любое застолье начиналось и кончалось пьянкой вот и с этой стороны конечно все понятно но женщина спивается гораздо быстрее чем мужчина и гораздо безнадежнее и гораздо безнадежнее я не думаю что она была к этому безразлична или она была выше этого нет это мучило это конечно мучило вот а потом начиналось все то же самое и вина если говорить вообще о вине здесь то вина это во-первых единированная организация главная вина второе мужики которые ее окружали она очень хороша собой молодости очень и наш брат ходил истекал с линями так сказать и конечно поил и конечно поил это же так всегда бывает вот так что вот такая вот очень веселая история да еще в интернете я прочел такую что ли фразу что она ушла к МСРР но должна была оставить детей так вот это неправда она действительно оставила детей но не на улице а на квартире вот с бабушкой и нянькой и для детей она всегда ее появление было всегда праздником всегда может как на празднике мимо настраивают Новый год ну вообще все у нее есть стихи посвященные детям прочитаем сегодня и и самое это главное это ее боязнь такая подспудная нарушить их личное пространство может быть чересчур но в этом не было ничего кстати ее роль благополучно исполнял отчим больного СРР которого дети очень любили побаивались уж что он их призывал к порядку вот во всяком случае вот такая вот штука такая вот штука отцы были разные отцы были значит детей было двое одна девочка была приемной старшая и она взяла ее из детского дома кстати уверовав что у нее не будет детей но вторая девочка была ее от сына конечно от Эльдара Кулиева вот я даже сейчас вот думаю назвать ее жизнью несчастной назвать ее жизнь счастливой но его не нам судить во-первых а во-вторых она такая какая могла быть у человека эта организация вот такого поэта который я думаю что все здесь сидящие слышали только на читали и это даже меня даже несколько раздражало я не мог это вызывание вынести мне это было трудно а когда читаешь с листа все в порядке все все абсолютно в порядке вот то есть вот такой вот такая жизнь этого поэтического цветка такая жизнь она родилась в Москве потом потом они жили в Казани некоторое время потом она снова приехала в Москву на Моросейке в Китай-городе вот это с чьей бабушкой были дети вот чья это мать его ее в смысле ее дети вы сказали а ее дети были бабушкой мамой да это была ее мама да вот замечательная кстати женщина переводчица очень культурный человек а мать Нагибина с Пикрофею говорила так уходят два красавца приходят две свиньи ну когда они уходили там куда они в ресторан там или так вот из дома уходят два красавца возвращаются две свиньи Нагибин тоже не просьба лопить конечно но как человек достаточно трезвый и любящий порядок он знал край да не падал вот вы понимаете ведь это же это такая штука ну если человек не склонен к алкоголизму то сколько он не пей не спьется да у меня была замечательная приятельница я не рассказывал часто это моя бабашура которая сейчас бы исполнила 105 лет которая пила до самого последнего вздоха своего к ней явиться к ней без бутылки водки было просто неприлично ну в крайнем случае можно было заменить на коньяк вот бабашура выпьет и заснет и все потом она проснется она как огурчик так это она до 90 с лишним лет перенеся в войну ну там чего только на труднейшей работе она была гидролог чего только там не было ну вот ну вот такая счастливая и она все-таки была не поэт что там Высоцкий про поэта написал ну с Высоцким наверное я думаю было еще сложнее потому что кроме того что был поэтом еще был актист это вообще взрывоопасная смесь и потом друзья мои ведь вы понимаете в чем дело я часто об этом говорю Вы этого краешком застали я-то в этом варился в этом советском дерьме потому что понимаете все конечно хорошо но когда тебе надо рассказывать сотрудникам о содержании передовой статьи газеты и когда ты видишь что на самом деле все плохо а тебе постоянно говорили что все хорошо помните как в том анекдоте зачем ты уезжаешь в Израиль устал радоваться трусы купил радуюсь туалет купил радуюсь это же все это же все видно вообще все же видно особенно таким людям все это и конечно больно и конечно больно и конечно и конечно это очень для чувствительных людей давит на душу на мозги на все что все остальное поэтому ну что мы будем ее осуждать или не осуждать она за свои пристрастия сполна заплатила свою жизнь тяжелой наверное было бы лучше если бы она не пила а ее переводы 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 очень много переводила много переводила да много переводила я вот еще раз убедился как много Грузия дала нашим русским поэтам это было такое место где они в общем отдыхали душой встречали радушие гостеприимства ну грузинское гостеприимство вообще такая вещь потрясающая что вы говорили про зависть а насчет зависти ну зависть не зависть но вот сейчас приехала приехала последняя жена Нагибина из Америки она там жила и она очень много в своих воспоминаниях пишет об отношении Беллы с Нагибиной ну какое ее собачье дело это во первых было до нее так во вторых ну понятно на чем на чем сейчас на чем сейчас деньги зарабатывать это же не интересно если все хорошо да ну приезжает Нагибин домой видит свою дорогую жену в украшении двух голых баб и там что такое происходит он естественно ее выгоняет ну мерзость конечно вот ну знаете ну не знаю не знаю во всяком случае писать об этом и даже если вы сейчас откроете википедию и посмотрите статью там ничего не рассказываю но об этом написано больше ничего но об этом обязательно написано вот что человек не сделает с пьяным божем да ну тем не менее не благодаря может быть этому вопреки вот мы имеем замечательного поэта чудного совершенно вот так что вот и его дела собственно говоря давайте мы так не будем пока делать перерывы сделаем еще через 15 минут а давайте начнем читать стихи потому что ну что мы будем об этом сегодня ну соль вот чудный сборник кстати вот этот и этот тоже ничего но этот лучше ни слова о любви но я и ни слова не водятся давно в гортане соловьи там пламя посреди пустого небосклона но даже в ночь луны ни слова о любви луна над головой луну над головой держать я претерпелось для пущего труда для возбуждения дум но в нынешней луне бессмысленная прелесть и стелется арбат пустыней белых дюм лепечет любви сестра поэт певунья в полглаза покажусь и усмехнусь в полурта как зримо возведенность тощий полнолуние чертов для божества а дверь не заперта как бедный гоголь худ там во главе бульвара и одинок вблизи вселенской полыньи столь длительной луны над миром не бывало сейчас она пройдет не слово а любви так долго я жила что сердце притупилось но выжила в бою с невзгодой бытия и вновь свежим свежа вне чья-то власть и милость те двое под луной неужто ты и я 73-й год стихотворение посвященное Борису Муссереру вообще если если заниматься периодизацией ее творчества что конечно занятие неблагодарное то можно отдельно выделить ее стихи 50-х начало 60-х годов затем вот стихи посвященные Борису их очень много и поздние стихи где в основном преобладает длинная речь длинная речь рисунок Борису Миссереру 68-й год рисую женщину в Лиловом какое благо рисовать и не уметь а тут и трать с полузабытым полусловом я выброшу руковольна томиться нетерпением новым но эта женщина в Лиловом откуда и зачем она ступает по корням Еловым в прекрасном парке давних лет и там где парк впадает в лес лесничий ею очарован развязанный как он смел взглянуть прилежным взором благосклонным та в платье нежным Лиловом строга и продолжает путь что мне на женщина в Лиловом зачем меня тоска берет что будет этот детский род ничтожным кем-то поцелован зачем мне жизнь ее грустна в дому и чуждом суровом родимая и вся в Лиловом кем мне приходится она неужто розовый в Лиловом столь не желавшую умирать и все же умереть а где тетрадь чтоб грусть упрочить слово 68-й год 74-й посвящение Борису Мисселеру потом я вспомню что была жива зима была и падал снег жара стесняла сердце влюблена была в кого во что был дом на поварской теперь зовут иначе день день ночь напролет я влюблена была в кого во что в тот дом на поварской в пространство что зовется мастерской художника художника дела влекли наружу в стужу я ждала его шагов смеркался день в окне потом я вспомню что казался мне трудожидание целью бытия но и тогда соотносила я насущность чудной нежности с тоской грядущей а дом на поварской с немысливым и неизбежным днем когда я буду вспоминать о нем вот еще Борису посвященное стиху олене прохожий мальчик что ты мимо иди не смотри мне вслед мной тот любим кем я любим к тому же знай мне много лет зрачков горячую угрюмость вперед меня повремени то смех любви сверкнув как юность позолотил черты мои еду февраль прохладой лечит жарщок и снегу намело так много и нескромно блещет красой любви лицо мое хорошо да с неохотой пропускаю страницы но все читать изгнание елки с неохотой Вино привычно обмануло, полночной убылью предчувствий, На лампу смотрит слабоумно возглавье полумесяц узкий. Я не стыжусь отверстий вести, пера приволья простодушна, Все грустно, хитроумно, если и скучно, если дошло, ушло. Пусть мученик правописания лишь глуповатости ученый вздохнет на улице, Бесправно, в чьей правды чей-то нареченный. Смиренно новогодья особь, пасть празднества люта, коварна, В ней кротко сгинул Дед Морозик, содеянный из шоколада, Родитель плоти обреченный, кондитер фабрики соседней по кличке Большевик, И он и удачлив, плод усердия съеден. Хоть из съедобных он игрушек нужна немалая отвага, Что в сердце сходство обнаружить с раскаянием антропофага, Злодейство облегчит оглаской, и в прочих прегрешениях каюсь, На меня глядят с опаской всякий Дед и Санта-Клаус. Я и сама, стерегаясь, пуст шоколадом обогренных, Обязанных воспеть сохранность сокровищ всех, чей царь-ребенок, Рта ненасытные потемки предам, пусть мимолетной славе, А тут еще изгнание елки худой и нищей в ссылку свалки. Давно льдоверчивому древу преподносили ожерелья, Не упредив лесную деву, что дали поносить на время. Отобрана пустой коробкой ее убора без делушки, Но доживет ли год короткий до следующей до пирушки, Ужасен был останков вынос. Круг соглядатая в собравший, свершив столь мрачную повинность, Как быть при детях и собаках, Их хоровод в круг злых поступков Состарит ясных глаз наивность. Мне остается взор потупить и шапку на глаза надвинуть, Пересытив погребальный ящик для мусора, для сбора дани. Сокруги, крах звезды блестящий, Стал прахом равным прочей дряни. Прощай, навек, прощай, пора уж, Иголки вылетает в веник. Задумчив или все прощающий родитель жертвы, Отчий ельник, чтоб ни обертки, ни окурка, Чтоб праздник больше ни ногою Была погублена фигурка, форсившая цветной фольгою. Ошибся лакомка, желая забыть о будущем и бывшем. Тень елки, призрачно живая, Приснится другом разлюбившим, Сам спящий в сновидении станет, Той, чтоб за шею прогнали. Елкой, прости, вечно зеленый странник, Препятствуя грезе огнеокой, Сон наказующий разумен, Уже ли голос мой пригубит вопль хора? Он меня разлюбит! Нет, он меня любил и любит, Рождественским неведом елем, Гнев мести несовместный с верой. Дождусь ли верным воскресеньем Склонюсь перед елью и леном с вербой, Возрадуюсь началу шишек, Росткам неопытно зеленым, Подлесок сам меня отыщет, Спасет его исторшим лоном, Дождаться проще и короче Дня, что не зря зовут прощенным. Есть место, где заходит в рощи Гость хвоя по своим расчетам, На милосеельника надеясь, На осмотрительных лесничих, А дали чистый понедельник, Пост праведников, прибыль нищих, А дали выше благоустье, Оповещение воскресе, Ты, о котором сон дождусь я, Дождусь, пребудь, стань прочим, Если что не скажу я усмехнулась, Уж сказано не мной, другою, Вновь неправдоподобность улиц гудит, Переча шин уголу. У этих строк один читатель, Сам автор, чьи темные намеки, Татарин, эй, побывший татем, Окстись, очнись, забудь о ёлке, Автомобильных стонов бредни, Ненужной ёлке слов излишних, За то, что не хожу к обедни, Что шоколадных чуд язычник. Ну что, давайте пить чай.